Привлечение ведущих ученых в ВУЗы, молодежная политика в России и подготовка рабочих кадров. Темы встреч в Минобре традиционно масштабны. О том, что происходило на очередной коллегии, в нашем сюжете. «Даешь молодежь» – литмотив первой части заседания коллегии Минобра. В последний раз, по словам участников встречи, тема молодежной политики рассматривалась таким представительным составом 10 лет назад. И с тех пор, как нетрудно заметить, многое изменилось. Актуализирует молодежную тематику подсчеты Росстата. К 2016 году соотношение нетрудоспособного и трудоспособного населения составит 800 человек на тысячу. И обеспечение социальных программ станет делом тех, кому сейчас едва за 20. Укрепление семейной политики, развитие благополучной молодой семьи в качестве субъекта социальной структуры российского общества сможет разрушить неблагоприятные прогнозы демографического развития, помочь молодежи преодолеть вызовы мировой экономики. На наш взгляд, сегодня это главный приоритет. Теория молодежи как фундамента благополучия всего общества базируется на трех китах. Помимо уже названного семьи, в числе приоритетов образование и спорт. Мода на здоровый образ жизни должна приобрести массовый характер, равно как и приобщение к общественно полезному созидательному труду. Этот пример демонстрирует движение студенческих отрядов. Одно из самых многочисленных в стране, оно в последние годы переживает момент второго рождения. Впервые за всю историю был создан такой закон, 428-й федеральный закон, когда работодатель, привлекающий в себе студенческие ограды, освобождается от платы страховых взносов в пенсионный фонд. Ведущим направлением в работе с молодежью становятся форумы. Флагман направления Селигер. На его смены, которые начнутся в июле, уже зарегистрировалось более 15 тысяч человек. Селигер – событие мирового масштаба. В этом году он соберет представителей 133 стран. Форумы-спутники пройдут по всей России. Сезон уже открылся встречей в Приволжском федеральном округе. По словам главы Федерального агентства по делам молодежи Сергея Белоконева, его структура продолжит поддержку молодежных проектов, которые зачастую заявляют о себе именно на таких встречах. По всем направлениям реализации молодых людей существуют федеральные проекты. Некоторые из них уже очень известны и показали свою эффективность. Это из Варкинских проектов и программа «Ты предприниматель» совместно с Минэкономразвития, которая стала основной для старта около 4 тысяч новых бизнесов в прошлом году. Для успешной реализации проектов необходима федеральная законодательная база. В данный момент основным программным документом является стратегия молодежной политики, принятая в 2006 году и несколько утратившая актуальность в настоящее время. Необходимо новое. В недрах профильного комитета Госдумы по признанию присутствующих уже создана рабочая группа по созданию федерального законопроекта, касающегося молодежной политики. Полностью поддерживаю необходимость законодательной работы. Если у нас есть какие-то нерегулированные вопросы, законодательство их нужно решать. И будет ли это сделано путем отдельного законодательного акта, будет ли это сделано путем поправок уже существующих законодательных актов. Это вопрос юридической техники. Как бы это ни было сделано, мы, естественно, в стране правительства обеспечим поддержку этих инициатив. Начало положено. Дело за реализацией. И в этот раз участники встречи нарушат сложившуюся традицию. Промежуточные итоги намеченных инициатив обсудят не через 10 лет, а через год. Мария Ермаченко, Андрей Савин, Телеканал Просвещение. Редактор субтитров А.Семкин